Давай, чтоб не было, слушай. Слава Богу, я хочу еще раз. Слава Богу, небесный, Утешителю души истины, И в жизни сын, И вся исполняя Сокровища благих, И в жизни подателю Приди, селисяны, И очистены от всяких скверны, И спаси, блажен души наши. Господи Божий, мы просим Твоего благословения во имя Иисуса Христа. Приводь с нами и научи нас. Мы желаем сидеть у ног Твоих, Как некогда сидела Мария, избравшая благую часть. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Духа. На прошлом занятии мы закончили вторую главу послания к римлянам, Где в 27-29 стихе говорится так. И не обрезанный по природе исполняющий закон не осудит ли тебя преступника закона при писании и обрезании? Ибо не тот иудей, кто таков по наружности, и не то обрезание, какое наружное оно плоти, Но тот иудей, кто внутренне таков, и то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве, Ему и похвала, не от людей, но от Бога. И сейчас начинаем третью главу. Первый, третий, вот салат второй. Попроси, есть у кого-то еще что-то к ней добавить, вопросы задать? Вы научитесь вживаться в то, что читаете. Вот, говорит, какую-то дать бы инструкцию как-то, это неплохо, Но в инструкцию все никогда не заложишь. Умному что-то подскажи, и он дальше пойдет сам. А глупого, говорит, хоть сколько учен, Ну, все нельзя предусмотреть. Я вот отвечаю на сайте, 4124 вопроса. Даже перебирать бумажек, вот мне вопрос задают на бумажке, Я как-то вывалил из мешочки, которые мне в университетах, на радио задавали. Я 3500 дошел, только у меня сохранено было, а потом это другие еще были. Так это огромная куча, прямо столько довалено, Я все годы сохранял, несколько лет. А остальное так пропало нигде. Я же не думал это издавать. И нужно вот главную канву ухватить. Смысл толкования в чем заключается? Меня неоднократно уже об этом спрашивали, А вы что, так вот помните толкование прямо на каждое? Не помню я этого. А как же могли так точно ответить? Я знаю общее. И в этом общем, то, что спрашиваете, оно просто никак по-другому не может быть. Оно прямо туда вписывается. И если я туда не буду вписываться, звук не издается, как перфокарта. Вот это уже навык. Вот эти люди ходили в храм, ну скажем и в Иерусалимске, они были обрезаны, правоверные иудеи, претензий никаких нет, они чистые, не чистая женщина к ней не прикасались. То есть они все соблюдали. Ну неужели никто не задумался до апостола Павла? Да и сам-то он когда задумался? Я, говорит, по правде законы непорочные, от форисея от форисея, то есть он точнейше исполнял закон. Как это ему пришло в мысль, что не это главное-то? Вы что, бородой спасаться думаете? Да нет, я никогда этого не думал. А зачем тогда? О, это вопрос совсем другой. Ты что, иконами думаешь спасаться? Нет, не думаю. Сейчас зашел сектантка одна, я сегодня помастил стихотворение, в 83-м году еще писал на Хсистинскую Мадонну, как она, Хсистинская Мадонна, это Богородица, младенца несет, и вот он не оценен был, а оценен во сколько? 30 репликах, как предсказано было Симеону. Ну и дальше все это. И она там раздоряется, там прям в кудес ищет надо мной. Как так? Бог сказал, идолок не трогать, нельзя задевать, прикасаться. А у вас это, а у меня там фотографии я нашел, где Божий образ Матери, в Божьей Матери есть, я все фотографии взял, батюшка там, мы вот ведем занятия, и вдруг образ Божьей Матери попал, я все эти фотографии поместил, потому что по стихотворению где-то. Так она аж лопается, лично одетая, вчера она меня хвалила, там неоднократно видно, с мужем стоит, со святами, видно, что живет в достатке. Муж гладкий такой, она справная такая. И вот она настолько рассуждает, злобная, она не рассуждает, она поносит. Я ответить могу ей, но что дальше, я уже прослеживал на несколько шагов, как они бросятся. Я только посмотрел, и она не одна такая. И вот заходят в течение года тысячи сектантов, и как под гребелку под одну почесанную все. Иконы идола она не может отличить, да какой же в тебе дух-то? Какая икону, священное изображение, повеленное Богом Херувима, она не может отличить от Валфигора. Да какое же знание Библии-то? Орех глаза не видит. Ну и Херувима, который стоял в доверии у них, во святая святых-то, глаза есть, но они же ничего не видели, они же из золота были сделаны. Есть уши, не слышат, есть ноги, не ходят, крылья есть, не летают. Она не слышит и не отвечает, я спрашиваю, покажи, где. Вот вчера на меня напустились, и я власти поддерживаю, современные, я перед ними стец, перед современными властями, ну такие прям слова, они худышные. Я говорю, я согласен и покаюсь сейчас, но вы мне покажите, где, в каких словах, стихотворение, стихотворение о Горбачеве. Она никаких пруд дальше, я опять, и она опять отвечает, но мои слова как будто их нет. Ну ты меня обвинила, но теперь я хочу, обвинила-то на основании моего стихотворения, больше ничего между нами не было. Ну покажи, какая строчка-то. И она снова, и она идет дальше, и не меня она не видит ничего. Это каким же надо быть ослепленным злобой-то. Она обвинения бросила, суровые обвинения, не просто так, а я язычник, я их перед властями на четвереньках им, лежу, еще не надо. Это женщина говорит это, она спасенная, она в духе святом, да и не каждая деревенская ведьма так может сказать, что она говорит. Я ничего не прошу, только одно покажи, на основании каких строчек моего стихотворения ты сделала заключение об этом. Так и не ответила. Но в каждом ответе она буквально аж исходит на поток яда какого-то, все православие там и огородит, она ничего не знает, почему это одержимость бесовская. Сектант это всегда поврежденный в уме, не в духе только человек. Это тяжело больные люди. Россия тяжко больная страна из-за сектанства. И вот сейчас я хочу ее спросить, а на каком основании? И спросить нельзя. А дальше вторая заходит, а как вы относитесь к язычникам? Ей язычники не нужны, а к тому, что если я плохо отношусь, окажется сам как язычник, а икона у вас тут. Я уже знаю, что она дальше-то скажет-то. Я ей вопрос задаю, а вы разве язычницу? Как бы не я уже язычник, а она. Ну не успел дождаться ответа. И вот этот стих Павел говорит, не тот, кто внешне, а внутренне. И когда Павел до этого дошел? Когда Стефана убивали, ты знал это или нет? По правде закона не поручили. Когда мы вот этот вопрос разберем, мы поймем, мы такие же. Такие. Вот мне вчера одна звонит. Ну одна, а она, так сказать, близкая родственница нашей прихожанки. И я знаю, что она эта, которая звонит, ну о ком говорят, ходатайствует, она блудница. Блудница, живет она, да ни в каком даже не как гражданске этот блудный брак, она просто блудница живет-то. Но, видать, мамка ее подтолкнула к исповеди. И она мне звонит, вот купили мы рыбу, я говорю, а какую рыбу? Да там ментай, можно я есть или нет перед причастием-то? Рыбу можно или нет? Она закусывает ворованным человеческим телом, и она не спрашивает про это. А я-то ее знаю. Я знаю, с кем она живет даже. И он никогда не думает на ней жениться. Ну может быть и женится, мало ли еще. Ну ты сегодня блудница, ты только вчера вернулась оттуда. И она об этом даже ни слова не говорит. Главное, рыбу можно есть или нет. Она-то рассказывает, когда бандит, разбойник в лесу, зарезал человека, сумочку с него снял, а садится-то не начало, он сел на этот труп, на трупе сидит, и вот сидорок этот развязал, сегодня сало, сегодня же пятница, а есть нельзя. Он на трупе сидит, на убитом, на зарезанном, а решает в пятницу сало, которое у того нашел в сумочке, можно есть или нет. Да ведь это про нас все написано. И он убивал Стефана, невинного, принесшего ему истину, и в ответ Стефану ничего не могли возразить, а я по правде законы непорочные. Это Саввел говорит. Я от фарисея фарисей. Так ты убил-то тоже какого фарисея-то? А почему? А Христа он принял. Ну так это что, раз он принял, он тебе изменил твою жизнь, меню твое, кошерную пищу не дает. Ничего этого нету, злоба. Вот понимаешь, злоба помутняет разум, она отнимает вообще разум, безрассудное. И вот до этого дойти, Павел не мог, пока находился в злобе. Но когда Бог его, он плохо видел, говорит, а Бог его хорошо ослепил. Златоуз говорит. И тогда он задумался, я всю жизнь просмотрел, и что же я делал-то? Говорит, у меня обрезания-то никакого нет. Обрезанный разбойник, бандит, он сам себе уже дал наименование. И теперь он другим это преподает. Вот это я понял, я вжился в это, я такой же, и теперь мне закрой, вырежите места. Они у меня в глазах стоят. Я такой. По правде закона я в жизни ни разу пост не нарушал. Пост я не нарушал. Не нарушал. А жил без Бога. Жил по своей воле. Слез не хватит выплакать. Это я, фарисей. Я стал дальше расследовать, если бы я жил во время Христа, где бы я был? Я бы был на стороне фарисеев. Я бы распял Христа. Он нарушитель закона. Я себя вижу там. И теперь у меня рот закрытый судить кого-то. Почему? Это я. Это у вас есть такое стихотворение у Березова. Очень хорошее оно. Родион Березов пишет. Он во сне видит, как Христа бьют. Там плетью хрешит. Я кинулся, схватил за грудки воина. Ты что делаешь? И вдруг он обернулся, и я увидел, что это мое лицо в нем. Это я. Понятно? Мы в другом должны увидеть себя. Я говорил, как вот в поезд ехал, увидел парня одного, на меня похожий как бы. На меня похожий, который я тогда был. Делает все правильно, со стола крошки, как он собрал. Вот какой я был тогда, я думаю, скажите, я не взлюбил его как. Я смотрю на него, он мне неприятный сделался. А я-то теперь верующий, потеряю в Куеду. И вот он как видел, он ведет себя тихо-тихо, нигде не залез, и разувается, как я, и грязной ногой не наступил на сиденье. Я его еще больше не залюбил. Я сам себя в нем увидел. Я не просто увидел, он похожий на меня, прям похожий, как будто мой сын старший. И сижу себе и думаю, что же со мной делается? Я бы увидел в нем себя, я бы еще больше полюбил. Скажите, не залюбил я его? И до того мне неудобно, несколько лет в этом впечатлении ходил. Что же со мной делается? Вообще, с чего я его не взлюбил-то? Я сижу тут в купе, а он, который прямой, и тут, и туда не заходить в купе. И он сидит, ест, достал из сумочки. И действует, но настолько все правильно он делает, и на кого не смотрит. Ну я и я, я еще больше его не взлюбил. Ой-ой-ой! Значит, я что-то увидал там такое, что у него все внешне правильно, а что-то внутри. Не так-то. И сегодняшним взглядом, умом, молитвой, я почувствовал, что это я. Я до того сам себе сделался нехороший. Меня бы никто так не облючил. Я так боком на него смотрю. На фотографии показать бы, сказали, это я сижу. Никогда больше не встречал. А надо было подойти и разговориться. У меня язык не пошевелился. И вот мы должны увидеть самого себя. Да, это я. И мое крещение, оно может быть как никакое не крещение совсем. А вот уверовал, я теперь понял, ничто. И духовно даю во Христу возрастать. Я только на уровне сознания это все держу. И вот он поступил неправильно. А я бы как поступил? Если бы со Христом-то не встретился, да где бы я был-то? Ну, я, например, знаю где бы я мусульманином не стал, но мусульманам помогал бы резать голову коммунистам. Я для этого готовился. А тут можно свободно это все делать. Во славу Божию! Ой-ой-ой. А теперь, каждому голову наклоняй, тебя будут бить, долбить, и все справедливо это будет. Считай. Вот этот стих я запомнил. Послание к римлянам, третья глава, с первого по четвертой стихи. Итак, какое преимущество быть иудеем? Или какая польза от обрезания? Великое преимущество во всех отношениях. А наипаче в том, что им верено Слово Божие. Ибо что же, если некоторые неверны были, неверность их уничтожит ли верность Божию? Никак. Бог верит. Всякий человек лжив, как написано, ты, праведен в словах твоих, и победишь в суде твоем. Толкование. Отринув все постановления закона словами, какое преимущество быть иудеем? Видит, естественно, рождающееся возражение и предотвращает оно. Какое же это возражение? Следующее. Если в постановлениях тех нет немалой пользы, то для чего же, наконец, избран народ иудейский? Возвращение это решает со свойственной ему мудростью. На словах соглашается и говорит, что великая польза иудеев, а в доказательство этого приводит не заслуги иудеев, но дарование Божие. Не сказал, что иудеи весьма превосходят прочие народы, потому что хорошо выполнили то-то и то-то. Но что, цитата, им верено Слово Божие, а это есть благодеяние Божие, а не превосходство их. Что значит верено? Дано поручено. Бог признал иудеев достойными, и потому верил им небесные откровения. Говоря так, внешне защищает их. Но при всем этом выставляет на вид новое обвинение, доказывая, что выделено тут жирным и подчеркнуто. Они не уверовали словам Божьим, которые служили к их чести. Но это обвинение представляет не от своего лица. Как бы так говорить. Какая польза иудеям от того, что они получили откровение Божие, когда они не уверовали Ему? Кажется, и это возражение решает, оправдывая не иудеев, но Бога. Дальше опять выделено и подчеркнуто. Если не уверовали, то от Бога ли это? Уже ли неверность их уничтожит верность Божию, то есть порученные им откровения и благодеяния? Вопрос. Неверность иудеев не только не причиняет Богу никакого вреда, но напротив доказывает большое человеколюбие Его, потому что Он лишает благодеяния тех, которые впоследствии бесчестят Его. Видишь ли, как обвинил иудеев тем самым, чем они хвалились, то есть тем, что получили закон. Выше сказал, что не уверовали некоторые. Между тем, оказываются неверными не некоторые, но все. Поэтому, чтобы не огорчить иудеев, премудро ведет речь и оказавшиеся на опыте излагает в виде предположения. Положен говорит, что все были неверны, что же из этого. И в этом случае Бог оправдывается. То есть, если рассудить и сравнить, что даровал Бог иудеям, и как они вели себя перед Ним, то праведность остается на стороне Бога, как и Давид говорит в Псалме 50, в 6 стихе. Итак, у кого какие мысли возникли? Или, может быть, непонятки какие-то есть? Можно, да? Да, пожалуйста, Николай. Вот, понятки, непонятки, не знаю. Вот даже здесь студии из толкования, и из текста толкования, и из текста первоисточника, будем так называть, Евангелия, да? То есть, где-то говорится, что это евреи, где-то говорится, что это иудеи. Понимаете, евреи это общий народ, а иудеи это люди верующие. Но говорит ли это о том, что все евреи были иудеи, не знаю. Потому что, как бы, ну, возникает сомнение, потому что Бог обращается, вы оставили там мой закон, там, и прочее, ну, в других местах. Мы это видим на протяжении Священного Писания всего, что... То есть, я к чему это говорю? Задается вопрос такой, Евангелие от Матфея, по-моему, в 27 главе, где иудеи кричат, распни его, распни, и грех его, кровь его на нас и наших детях, так? То есть, ну, как бы, нацпатриоты наши, они говорят, что все евреи, любез жидов, спасай Россию, так? А там, это кричали, иудеи. То есть, люди, подобные апостолу Павлу, подобные Стефану. Стефан-то тоже был, он, скорее всего, ну, верующий, скорее всего, иудей, потому что знал Священное Писание. А откуда всего, если пророчится? Просто он, ну, как бы, я думаю, так, что знал Священное Писание. Только иудеи, ну, верующие, которые веруют в Пятикнижи Моисея, там, Талмуд, там, Шулханарух и прочие-прочие книги в те. А что евреи, простые, смертные, которые живут в кибуцах, которые ходят в синагоги и прочее, и к стене плача, они, вроде как, ни при чем. Ну, ну, как бы, ну, на них нету этого, как бы, ну, проклятия. Проклятия или там они не брали, там, как бы, ну, как бы на себя вот этот грех, убийство, ну, сына Бога Суца Христа. Так вот, вопрос, а вот как относиться в таком случае, вот, в толковании, вот там иудеи и евреи. В чем разница? В чем разница? Вот, или же это все евреи виноваты? В чем разница? Ну, в отступлении от закона все виноваты, конечно, потому что его все знают, но конкретно-то иудеи, потому что они были хранители закона и несли его людям, этот закон, и доводили, и другое дело исполняли сами или нет, ну, вот, как? Смысл понятен. Как вот? Ну, Николай, ну, смотри, возмездие за грех смерть, ну, не сказано какое, конечно, какой-то грех тяжкий, какое-то менее тяжкий, вот, иудеи распяли Христа, евреи, ты говоришь, не распинали Христа. Это не я говорю. Ну, из твоего смысла, как-то... Это вопрос такой заданно. Вопрос. Осипову. 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 Вроде как, ну, еврея, он и на то евреев, что... Как вот есть такой анекдот. Не надо это. Бабушка, ну, как? Это приличный анекдот. Основу, с написанием, наверное. Ну, своими словами. Внучка еврейка читает Библию. Бабушка сидит в кресле, вяжет, дремит. Она говорит, бабушка, а правда, что евреи распяли Христа? Она так дремит. Нет, Христа распяли ривляне. То есть, вот, такой вот, ну, ответ, может быть, в моих словах. Ну, я не знаю, к чему ты этот вопрос задал. И Осипову, ну, как Осипов отвечает на него? Нет. Верено Слово Божие кому? Только ли одним иудеям или всему еврейскому народу? Он... Избранный народ еврейский. Вот. Ну, ну, а Христа распяли иудеи, потому что в иудее это все... Ну, если бы где-то в другом месте еврейском, то там бы его не уйди и были бы, а... Не знаю, мы сейчас говорим... Ну, к чему, я не знаю. К чему, потому что дальше, вот правильно ты сказал, что им, кому много донос, того многое спросится. Раз они считают себя Богом избранным народом, все евреи, кстати, все евреи по миру, мы это видим из сегодняшнего положения международного, правильно? Масонство и прочее. То есть, значит, они, как бы, ну, прямые наследники того беззакония, которое творилось 2000 лет назад. Так ведь получается? По идее-то. Ну, профессор Осипов, вот он так и говорит, что его распяли иудеи. То есть, это верующие там, они автодоксальные, которые веру получили от Моисея, что на них вот этот, как бы, ну... Потому что еще, как бы, ну, Христос, он только что сказал, еще в канон не приняли то, что он сказал. То есть, были люди, они уверовали, да, что Христос пришел, они поверили, что это Бог, действительно. Но все его слова еще не были в каноне, так сказать, новой церкви. Просто люди собирались по интересам, я думаю, так, в то время. Ну, и уверовали, возможно, они там, что это Бог, они поверили, да. Ну, что это именно так, ведь, как сказать, ну, и иуда, наверное, он тоже, как бы, ну, рассчитывал, что он не просто так вот своими мышцами, там, он изменит, как сказать, ну, жизнь еврейского народа. Но и какой-то, он же видел чудеса Христовы тоже, и, наверное, он тоже знал, что это Бог. И вот чему, что поэтому ответ Осипова, ну, он, конечно, по-другому не мог ответить, потому что он профессор Духовной Академии, там, он по-другому не мог сказать. Ну, что вот, эти, что мало, это иудеи, а еврейский народ, как Бога избранный, заслуживает уважения, потому что ему верено Слово Божие. Было, было, Слово было, как пешеход прав, а потом написано «был», которого сбила машину, вот и все. Вот так и это. Пожалуйста. Как в нашей стране, вот мы православная страна, вот тут как бы вот даже по себе, само по себе вот напрашивается, там они, народ еврейский, но это иудеи. Так и у нас. Тысячу лет назад страна провозглашена православная. Но мы православные или мы неправославные? Народ-то у нас какой, все же, мы кто? Мы нельзя сказать так. Ну, вообще, нет, я говорю о народе, не о себе конкретно, не о людях, которые ходят, не просто ходят, а верующие, вот иудеи. Это же верующие были люди. И они также посещали синагоги, где получали образование свое, то есть учения. Сидели у нога Малиила, учили свои законы и пророгов учили, все было. И оказалось так, что еврейский народ, еще и не все, как сказать, верующие, а есть вот какая-то вот серединка золотая, которую называют иудеями. Да, есть еще и форисеи, еще книжники, еще нет. Так и у нас. Как-то вот в нашей-то стране ведь тоже что-то такое происходит. Какая-то аналогия есть в этом. Мы московская патриархия, а эти там ездят какие-то там... Я хочу вот на этом как раз остановиться. Как говорится здесь, что иудеям было верено Слово Божие. Что Господь им верил в небесное откровение. Вот как сейчас страна начала рассуждать о России, что Россия тоже была верена Слово Божие. Дано нам это просто Богом. Святая Русь. Да, православная. Именно мы имеем православную веру. Но мы-то знаем все. И нам верено это Слово Божие. Именно самой русским людям. Россия в том числе. Да, Россия в том числе. И как мы это исполняем, мы тоже это на примере видим. В основном даже мы по букве-то не живем. Не то, что уж говорят о каких-то заповедях, где-то проповедовать, благовествовать. Ну и третий вопрос. Всегда я себе задаю, как относится ко мне это тоже. Это тоже так же относится ко мне, что мне тоже верил Господь Слово Божие. Мне лично. Чтоб я мог проповедовать. Потому что мне Господь дал знания, разум, принимать Слово Божие, изучать его, вникать. Ну и как я этот дар Божий применю по отношению к другим людям. С меня тоже Господь спросит. Вот как с евреев Господь спросит на суде Божием, что он за это их наказывал, что они это Слово Божие не распространяли его закон. Ну как говорится, не исполняли его одним словом. Так же относится к России. У нас это увидим тоже в наших храмах вообще. Что священники не хотят учить народ. Но и так же относится и ко мне опять же. Как я этот тоже дар использую. Вот я вижу вот это вот только в трех, говорит, стадиях. В то время, в наше время, я как относится лично ко мне. Да. Ну и конечно надо пример привести там, как это происходит. Каким образом происходит, что ты этот дар приумножаешь. Имеется в виду то, что как проповедуешь. Чтоб это приумножить, этот дар. Чтоб на суде Божьем этот талант, который Господь тебя спросит, ты ему отдал приумноженный. Ну, а вот у меня такие мысли возникли на свой счет. К чему все это апостол Павел вел? Он писал к римлянам послание, к христианам, которые обратились от язычников. А вера эта пошла от иудеев. То есть законы, пророки, это иудейская вера. Язычники-то они Бога и Егоу-то не почитали. Иудеи, они начали превозноситься над язычниками, христианами. Мы-то вот давно уже, а ты-то вот недавно только. А ты кто такой? Да, а ты кто такой? Вот.